Добрый вечер на 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. Пожар на Ленинском рынке жертв нет, но ущерб внушительный. Чтобы потушить торговые павильоны, у пожарных ушло почти пять часов. Падение на арене цирка. Омская гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Время закупаться одеждой и канцелярией. Еще один способ добавить ярких акцентов в школьной форме, это, конечно же, рюкзак. Сколько стоит собрать ребенка в школу и какие модные тенденции нужно учесть? Облава на ночных гонщиков. Гонять любите по ночам? Любим, но не здесь. В Омске три дня ловили мотоциклистов-нарушителей. Первым в России снял фильм на телефон. Я то ли в полушутку, то ли еще что-то сказал. Давай на айфон попробуй. Бывший журналист 12-го канала Борис Гудс получил за свою необычную ленту две награды на кинофестивале Выборги. Егор Летов и Рамштайн. Омичи в восторге, организаторы в шоке. Это сумасшедший дом вообще на самом деле. Подготовить вот такой симфопарк. Тут один концерт симфонического оркестра только стоит сотни сетых волос. Тысяча мечей посетили симфорок-парк. Сегодня в Омске горел один из старейших рынков. Ленинские пламя охватило торговые павильоны площадью в 600 квадратных метров. Густой дым был виден за несколько километров, а запах гари разошелся по всему району. Почти пять часов пожарные пытались справиться с огнем. На это время даже пришлось остановить движение трамваев. Дело в том, что подобраться к очагу возгорания оказалось возможным только по рельсам. Жертв и пострадавших нет, люди успели вовремя эвакуироваться и сейчас продавцы подсчитывают убытки. Суммы ущерба, скорее всего, будут внушительными. Некоторые торговые павильоны превратились в пепел. И сегодня стала известна предварительная причина другого крупного пожара. 10 августа на асфальтовом заводе загорелся бензовоз. В региональном МЧС пояснили, что ЧП могло произойти из-за разряда статического электричества. Пока это основная версия. Вероятно, специальная цепь, которая на большегрузе служит заземлителем, то есть снимает ток с корпуса, была неисправна. Напомню, на территории завода вспыхнул бензовоз. Огонь перекинулся еще на одну цистерну. Пожар охватил площадью 250 квадратных метров. Но спасателям удалось вовремя локализовать возгорание и допустить взрыва. Никто не пострадал. Водитель бензовоза вовремя заметил пламя и выпрыгнул из машины. А Мечка сорвалась с высоты во время выступления в цирке. Это произошло в Казахстане. 28-летняя артистка Дарья Верская работала без страховки, не удержалась на полотне и пролетела нескольких метров. К счастью, серьезных травм она не получила. Как пишет информагентство Влад Тайм, циркачка отделалась легким испугом. Гимнастка заявила, что знает, как правильно себя вести при падении, вовремя сгруппировалась и поэтому оказалась цела. Уже на следующий день после инцидента артистка выступала перед зрителями. Омским аграриям выделили 204 миллиона рублей компенсации потерь, связанных с ростом цен на топливо. Соглашение о возмещении затрат с Минтельхозом России заключил глава региона Александр Бурков. В дополнение к этой сумме фермеры получат 33 миллиона из областного бюджета. Напомню, весной аграрии всей страны столкнулись с ростом цен на ГСМ, из-за чего понесли большие траты. Всего на компенсацию части затрат крестьян из резервного фонда правительства России выделило 5 миллиардов рублей. Выплата субсидий фермера будет произведена сразу после внесения изменений в областной бюджет и региональные нормативные акты. В торговых центрах ажиотаж идет подготовка к школе. Родители массово скупают к канцелярию одежды и обувь. Важно не только вложиться в бюджет, но и не отстать от модных тенденций, не забывая о качестве. Елена Смирнова приценилась, сколько стоит собрать ребенка в школу и оправдывает ли Омск звание одного из самых недорогих городов в этом вопросе. Гостиная в доме об Алмасовых больше напоминает канцелярский магазин. Стол завален линейками, тетрадками, дневниками, ластиками и пеналами. К школе нужно собрать четверых детей. Ребята пойдут в 3, 7, 9 и 10 классы. Только на покупку канцелярии у родителей ушло примерно 2,5 тысячи рублей. Сейчас век такой, что мы только на распродажах и живем. Без них никак. Где-то что-то увидел подешевле уже. Все равно уже в ценах ориентируешься, уже знаешь, что в прошлом году было, что сейчас, что где-то увидел, присмотрел, тут раз в цене. Стараешься взять сразу то, что подешевле. Естественно, качество. Можно тетрадки и по рублю купить, но там страницы будут желтые. Естественно, ты их уже не будешь брать. Зачем хуже делать ребенку? И все же, Омск вошел в десятку городов с относительно недорогой школьной экипировкой. Специалисты подсчитали, так называемая корзинка школьника обойдется мечам в 4800 рублей, что на 8% дешевле, чем в среднем по стране. Кроме того, именно у нас самые дешевые рюкзаки. Средняя цена чуть больше тысячи рублей. Однако уложиться в бюджет это только полдела. Важно еще не остать от моды. Имиджмейкер Татьяна Федюнина советует выбирать натуральные ткани и свободный крой. Вот очень, кстати, мне нравится фасончик. Короткие рукава, конечно, не для нашего сезона. Ну вот так вот. По брючкам мальчику, ну сейчас в моде, если мы говорим о трендах, более зауженные какие-то брючки. Не совсем классические, а такие трубочкой. У девочек тоже. Ну а чтобы ребенку было проще сконцентрироваться на занятиях, стилист рекомендует выбирать пиджаки и брюки спокойных, сдержанных цветов. Черного, темно-синего и серого. Разбавить строгий деловой школьный костюм, можно ярким галстуком, бабочкой или немассивным украшением. Еще один способ добавить ярких акцентов к школьной форме, это, конечно же, рюкзак. При выборе нужно учесть несколько обязательных моментов. Итак, ранец младшеклассника обязательно должен быть с твердой, негнущейся спинкой, иметь светоотражающие элементы и желательно множество внешних и внутренних карманов. В остальном ранец это пространство для самовыражения ребенка. Обычно моду здесь задают популярные мультфильмы, либо компьютерные игры, их персонажи украшают рюкзаки. Но, например, в тренде также всегда вот такие рисунки в виде совушек. По-моему, не идет. Ну а если качество рюкзаков, школьных брюк, жакетов, канцелярий и обуви на прилавках удручает, обратиться можно в Роспотребнадзор. В ведомстве расскажут, на что обратить внимание при выборе вещей и как адаптировать ребенка к учебному режиму. Елена Смирнова, Павел Манджос, 12 канал. Почти две сотни нарушителей. Полицейские провели рейд среди мотоциклистов. Оказалось, что байкеры часто рискуют жизнью и пренебрегают простыми правилами безопасности. К примеру, среди нарушителей были те, кто элементарно не надел шлем. Впрочем, опасный сезон езды на двухколесном транспорте подходит к концу, ожидается ухудшение погоды. Мой коллега Никита Смирнов вместе с полицейскими выехал на ночные улицы и подвел итоги этого мотоциклетного лета. На работу, за покупками или в спортзал. Летом Наталья Пузырева всюду передвигается исключительно на мотоцикле. Уверяет документы в порядке, ездит исключительно в шлеме, скорость не превышает. Опасно, конечно, ездить в городе. Кошки, собаки выбегают. Да, просто даже машины ездят. Поэтому надо соблюдать ПДД. Я езжу медленно, спокойно. Стараюсь, ну как стараюсь, я не гоняю. Однако не все мотоциклисты столь же сознательны. В интернете сотни роликов. Демские байкеры откровенно игнорируют правила дорожного движения. Чаще всего водители мощных чоперов пытаются проскочить на красный сигнал светофора. Многие нарушители будто считают делом чести пуститься в погоню от полицейских, даже если средство передвижения старенький советский мотоцикл с люлькой. Погоня этого лихача закончилась на повороте. Техника вместе с людьми перевернулась. В последний случай в Омске 17-летний парень без шлема и водительских прав. В три часа ночи пытается оторваться от преследования. Полицейским удается без происшествия остановить школьника. Подросток не пострадал, но теперь в его личном деле сразу семь административных протоколов. Несовершеннолетние за рулем байков, мопедов и скутеров – отдельная тема, говорят в ГИБДД. Дети, не имея опыта вождения, не изучив знаки и правила, садятся за руль. Это опасно не только для них, но и для прохожих, а также других участников дорожного движения. В ходе повседневного надзора за дорожным движением мы такие факты пресекаем. Почему и сегодня с сотрудниками госсоциальной инспекции службу несут как раз инспектора по делам несовершеннолетних. Потому что здесь идет следующий этап. Это уточняем, как этот мокик, мопед оказался у несовершеннолетних. Здравствуйте. За что остановили? Гонять любите по ночам? Любим, но не здесь, не в городе. А документы у вас в порядке? Да, документы все в порядке. Пожалуйста. Другая проблема – ночные гонщики. Рев мотоциклов раздается ночами на центральных улицах. Постоянные жалобы в ГИБДД поступают от жителей Красного пути, проспекта Мира и улицы Конева. За трое суток полицейские остановили 174 нарушителя. Пятеро из них были пьяны. Больше 50 байкеров превысили скорость. Столько же не имели документов на транспорт. Несколько человек оказались и вовсе бесстрашными. На дороге они выехали без экипировки, элементарно не надели шлемы. В этом году мотосезон, скорее всего, близок к завершению. Сноптики обещают холодный и дождливый сентябрь. В следующем году полицейские планируют круглосуточно патрулировать проблемные участки, где чаще всего слышен рев мотора и происходит больше всего аварий с участием мотоциклистов. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И смотрите далее в программе. Зашифрованные бюллетени уже в печати. В типографии перешли на круглосуточный режим. Всего будет полтора миллиона бланков. Первым в России снял фильм на телефон. Я то ли в полушутку, то ли еще что-то сказал. Давай на айфон попробуй. Бывший журналист 12 канала Борис Гудс получил за свою необычную ленту две награды на кинофестивале в Выборге. Амичи уже занимаются на новых тренажерах, которые установили в Советском парке. Спортзал под открытым небом построили при поддержке областного правительства, Газпромнефти и школы «Шторм», где открыть новую площадку выбирали сами жители. Для этого в социальных сетях запустили опрос. В прямом эфире 12 канала Александр Шлеменко объявил, за какой из трех вариантов проголосовало больше всего Амичей. Советский парк опередил Омскую крепость и парк 30-летия ВЛКСМ. За три недели на месте пустыря был создан тренажерный комплекс. Подробнее Татьяна Денисова. В новом спортзале под открытым небом 15 тренажеров на все группы мышц. Заниматься здесь могут люди с разным уровнем спортивной подготовки. Ой, я не считала. Я не знаю. Я пробовала только. Я только пробовала. Вы первый раз? Ну да, я осваиваю эти тренажеры. Площадка появилась в Советском парке благодаря сотрудничеству школы Александра Шлеменко, правительства региона и Газпромнефти. Это пятая по счету такая спортплощадка в городе. И не последняя. Сейчас появился хозяин. Мы просто с чистой душой, с легким сердцем отдаем. Вместе с Александром Шлеменко строим, понимая, что это попадает в хорошие руки. И, собственно, он специалист, он лучше нас знает. Мы все-таки нефтяники, у нас другая специализация. Я вот, знаете, стал таким, как, можно сказать, звеном, которое передало то, что нужно именно, то, что будет более востребовано. И мы теперь это развиваем. Мне очень нравится, как получается. И вы видите, какой большой отклик. Сейчас, конечно же, очень много получаю просьб в том районе, в этом районе. Будем смотреть. Глава региона Александр Бурков договорился с крупнейшей нефтяной компанией обустраивать три спортплощадки в год не только в Омске, но и области. Контролировать строительство, а также следить за объектами безопасности, управлять мастер-классы и выращивать из начинающих спортсменов настоящих чемпионов будет школа «Шторм». А вот следить за сохранностью яркого граффити в центре Омска станут сотрудники детской областной больницы. Напротив окон палат появились огромные смешарики. «Данную стенку мы готовили два дня. Смешарики, потому что приятные для детей, для глазок, для взрослых. Яркие персонажи». Что именно нарисовать на стене детской больницы решали маленькие пациенты. Контур обрисовали профессиональные художники, а разукрасили крошуни, уши лосяши, ребятишки. Впрочем, взрослые и здесь немного помогали. Среди ассистентов представитель «Газпромнефть» Александр Дебаль и глава региона Александр Бурков. Причем руководитель области к такой работе подготовлен. Будучи в студенческом отряде, Бурков получил навыки маляра, поэтому с баллончиком краски обращался профессионально. Да и, как оказалось, с смешариками он знаком не понаслышке. «Я даже знаю, что там есть мультик, который посвящен походу в Омск. Помните? Шикарный мультик. Я первым делом, перед тем, как ехать в Омск, посмотрел этот мультик. Можно сказать, это крош вдохновлял на освоение сибирских территорий. А с кем с ним? Сыном. Акция «Вит из окна» прошла в рамках фестиваля «Сценография». Арт-объекты должны радовать маленьких пациентов, которые вынуждены бороться с болезнями в стенах больницы. По поручению главы региона коридоры лечебницы также украсят рисунками, как и стены других городских больниц. Объявлен конкурс, а мячи могут предлагать свои идеи. Голосование пройдет в соцсетях. Победители определят в октябре. Татьяна Денисова, Тахмена Тенысова, Сергей Гаврилов и Александр Саражин. 12 канал. В Омске на выборы губернатора уже напечатали более миллиона бюллетеней, а всего их будет полтора миллиона. Типография работает и днем, и ночью, в две смены. На всю работу специалистам понадобится пять дней. Бюллетени имеют несколько степеней защиты. Лист нестандартный, а четыре параметра изменены. Точные размеры держатся в секрете. На бланке нанесена специальная защитная сетка, светло-голубого оттенка и самая сложная, зашифрованная линия или микрошрифт. Надпись невозможно разглядеть под лупой, нужно специальное оборудование. Считают и проверяют бюллетени вручную. Легкий надрыв, перегиб или непропечатанная точка считаются браком. Такие бланки уничтожат. На избирательные участки бланки попадут за сутки до выборов. Все это время их будут охранять полицейские. И сегодня же в Омске стартовали первые курсы для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий. Экспресс-обучение прошли специалисты из Омского района. Им подробно рассказали об избирательном праве, а также научили работать с программным обеспечением. Напомню, с прошлого года в России действует система «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать по месту нахождения, а не по прописке. Открепительные листы для этого брать не нужно. Достаточно заполнить заявление в любом многофункциональном центре, территориальной комиссии или на портале госуслуг. С 29 августа такие заявления начнут принимать и участковые комиссии. Отмечат, что Омский район второй после областного центра по числу голосующих. Омечей, наделенных избирательным правом, здесь 82 тысячи, а всего в нашем регионе больше полутора миллионов избирателей. Избирательная комиссия в Омской области разработана рабочий блокнот для УИКИ, где сконцентрированы все поэтапные моменты работы участковой комиссии с момента формирования, получения бюллетеней и с момента открытия участковой комиссии в день голосования. Для того, чтобы в день голосования выборы прошли без замечаний, легитимно, для этого проводится еще дополнительная большая подготовительная работа по обучению тех специалистов, которые участвуют в участковой избирательной комиссии. А я добавлю, что до выборов губернатора Омской области остается ровно 20 дней. Голосование пройдет 9 сентября на территории всего региона. Омский режиссер Борис Гудс, завоевавший сразу две награды за фильм, полностью снятый на айфон, вернулся в родной город. «Фагот» не первая картина режиссера. Его предыдущий фильм «Арбузные корки» с успехом демонстрировался в российских кинотеатрах, а также на федеральном телеканале ТНТ. Интересно, что в кино бывший Амич пришел с телевидения, он долгое время проработал на областном ТВ, и сегодня Борис Гудс снова побывал на 12-м канале, где когда-то начинал как журналист. Привел на экскурсию сына и рассказал о том, как создавался первый в стране фильм на айфон. С подробностями Юлия Кавыршина. Девять лет назад Борис Гудс вот здесь, в Большом павильоне 12-го канала, начинал делать первое в истории омского телевидения утреннее шоу. А сегодня он первый в России режиссер, полностью снявший полнометражный фильм на камеру мобильного телефона. Боря, может, я, конечно, не очень разбираюсь в кино, но это вообще реально? Вот на телефон, на телефон снять кино. Это какой? Шестой. Шестой можно. Можно? Да. У меня тоже такой же. Ну, не на этот был снят, мы снимали на 7+, потому что у него экран больше. Съемки на айфон были не для какого-то киноэксперимента или привлечения внимания, а вынужденной мерой. Повествование сатирической комедии «Фагот» идет от первого лица. Главный герой – молодой парень, который ищет способы расстаться с девушкой, обращается за советами и сам все снимает. Вначале попробовали вот на такую камеру примерно снимать, и оператору приходилось между главным героем, да, вот, его руки должны были в кадре, держать вот такую камеру. И мы просто замучились. И я то ли в полушутку, то ли еще что-то сказал, давай на айфон попробуем. Оператор у нас девочка, очень хорошая гиковская выпускница, а в гиковце операторы, наоборот, они такие снобы. Да, им же пленку надо. А она такая, давай, давай, загорелась. Съемки на телефон позволили сэкономить время. Например, сыгравшая в «Фаготе» Юлия Ауг, одна из самых востребованных сегодня актрис сериалов, на работу в фильме Бориса Гуца потратила всего один день. Некоторые сцены в процессе монтажа режиссер даже ухудшал по качеству. Слишком глянцевая была картинка. А вот звук и свет использовал профессиональные. В итоге на фестивале «Окно в Европу» разницы с другими фильмами никто и не увидел. Впрочем, для самого режиссера важным было другое. Будете рассказывать не только про то, как этот фильм снят, но и про что. Фильм непростой, я все-таки желаю вам веселого просмотра, хорошего вечера. Поехали. Хорош мою дверь ломать, а? Дурак. В поиске героя Фагота, способа расстаться с девушкой, зрительный зал заставили хохотать. Итог участия российского режиссера родом из Омска в кинофестивале «Окно в Европу» два приза сразу от двух президентов. Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилла Разлогова и президента самого кинофестиваля Армена Медведева. А еще сотни комментариев от зрителей. Отвязный, хулиганский, остроумный, очень классный, бодрит и радует. Снято на айфон. И как снято? Лучше, чем некоторые тут на настоящей камере снимают. Чудесный текст, монтаж, музыка, актеры и актрисы. Браво! Классное кино, откровенное, про животное и настоящее, с тонкой иронией, без пафоса и про очень важное. Почему Фагот называют? Ну, у главного героя инструмент есть Фагот. Плюс еще некоторые подводные камни, смыслы. Да, подводные камни. Ну, надо смотреть кино, потому что на этом строится центральный поворот. И мы до фестиваля умудрились его держать в секрете. Поэтому, если я сейчас расскажу, то испорчу некоторые впечатления. Прямо во время кинофестиваля Борису поступило сразу несколько предложений от прокатчиков. Так что фильм, который изначально снимался для показа в интернете, в итоге вскоре можно будет увидеть и на большом экране. Юлия Ковыршина, Павел Манжос, 12 канал. Егор Летов, Битлз и Рамштайн. Фестиваль рок-музыки под открытым небом устроила для жителей Омская филармония. Последний масштабный опенейр этого лета симфорок-парк собрал в парке на Королево несколько тысяч человек. Гости устраивали пикники, танцевали под хиты легендарных рок-групп и участвовали в перформансах. Десять часов живой музыки прослушала моя коллега Анна Черных. Лирическая, страстная, тревожная, игривая, но всегда волнующая. Семь нот, сотни музыкальных оттенков. Омские музыканты в буквальном смысле смогли сыграть на чувствах омичей. Подарили прекрасное настроение как взрослым, так и малышам. Здесь очень классная атмосфера, мы не в первый раз на такой мероприятии, поэтому стараемся не пропускать. Им очень нравится. Он любит подпрыгать под Битлз, например, вот так. Мичи принимают участие в различных перформансах, в мастер-классах, играют в мафию. А здесь телевизор создают рок-образы специально для фестиваля. Здравствуйте, сделайте драйвовый рок-образ для 12-го канала. Я думаю, это рок-принцесса, не меньше синдерева. Ну вот, мой образ готов. Теперь мы отлично впишемся в тусовку в симфорок-фестивале. И это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы. В парке работали десятки разных творческих площадок. На этой площадке проходит арт-перформанс «Искусство против войны». В течение всего дня 25 художников разрисовывали БТР-40. Как сейчас мы видим последние штрихи. Участники акции считают, что мечи должны дарить миру добро и уверяют все, что нам нужно – это любовь. Десять часов музыки, сотни исполнителей, тысячи гостей. Это третий масштабный оп-н-эйр, организованный за лето Омской филармонией. Это сумасшедший дом вообще на самом деле. Подготовить вот такой симпопарк. Тут один концерт симфонического оркестра только стоит сотни седых волос. Потом уже кажется, ну все, ну все, на следующий год уже ничего не будет. А потом приходит следующий год и ну давайте, у нас снова надо что-то делать. Этот фестиваль – настоящее ростолье для меломанов. Помимо основной сцены работает и другая музыкальная площадка – рок-парковка. Сейчас здесь выступает в кадре рок-группа из Екатеринбурга. И мечи еле сдерживаются от того, чтобы пуститься в пляс. Как у вас настроение? Супер! Эмоции переполняют! Хочется танцевать! Ну а кульминацией станет, конечно, совместное выступление Омского симфонического оркестра и московского электровиолончелиста Дениса Шаповалова. Кстати, как говорит сам музыкант, подготовка к Омскому концерту далась ему непросто. Потому что буквально за 15 минут до концерта мой компьютер, который отвечает за половину программы, взял и умер. Но в итоге все получилось? Да, да, да. Но это бессонные ночи. Это время ты помнишь, все время каждую ночь ложишься. Омск так, то-то-то, Омск, то-то-то, то-то. А это подбить, это сделать, это технический райдер послать музыкант, договориться, сделать репетиции. И все это вплоть до последнего момента, пока ты вышел, сказал «Добрый день!» А сейчас время новостей спорта. И в студии появляется мой коллега Алексей Дареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. В федеральных СМИ в последние дни много пишут о переходе в авангард очень титулованного хоккеиста из НХЛ. Так ли это на самом деле? Действительно много пишут о том, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Крис Верстик подписал контракт с одним из клубов КХЛ. И вот по мнению таких авторитетных изданий, как, например, «Спортэкспресс» или «Оллхокей», это именно омский авангард. Но, правда, на сайте Омского клуба пока еще официально этот переход не подтвержден. Подробности через несколько секунд. О том, что закианский форвард Крис Верстик продолжит карьеру в КХЛ, сообщил известный хоккейный агент Алеша Пилко в своем твиттере. Название клуба, где продолжит свою карьеру 32-летний канадец, пока не разглашается, но ранее сообщалось, что нападающий ввел переговоры с омским авангардом. Крис Верстик – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Чикаго Блэк Хокс. Он завоевал почетный трофей в 2010 и 2015 годах. Минувший сезон хоккейст отыграл за Калгари Флеймс. В составе команды он провел 24 матча регулярного чемпионата НХЛ и набрал 8 очков. Всего же за карьеру в НХЛ канадец сыграл 643 матча, набрал 358 очков. В плей-офф – 93 матча и 48 очков. Федеральные СМИ утверждают, что официального сообщения о переходе форварда в стан авангарда следует ждать со дня на день. Добавлю, что в случае подписания контракта с ястребами Верстик станет четвертым легионером в команде. У авангарда останется еще одна свободная позиция для иностранного игрока. В продолжение хоккейной темы. Омский авангард завоевал третье место на Кубке губернатора Челябинской области. Стартовали подопечные Боба Хартли на этом предсезонном турнире не слишком удачно, проиграв Трактору и Салавату. Но затем в сухую 3-0 обыграли «Металлург». В матче за третье место амичи вновь сыграли с магнитогорцами. Для команд это была уже вторая очная встреча на турнире. В составе омского коллектива заброшенные шайбы на свой счет сумели записать защитники Никита Певцакин и Егор Мартынов, а также нападающие Кирилл Петров и Ансель Галимов, оформивший дубль. Сверхубедительная победа ястребов со счетом 5-0. Теперь амичи сыграют на турнире имени Николая Пучкова. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа. Помимо амичей и, разумеется, хозяев льда питерских армейцев, участие в турнире примут ХК Сочи, Северсталь, Йокерет и Кунь-Лунь Редстар. К другой теме. Матч очередного тура первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ он с Киртыш провел в Новосибирске на стадионе «Спартак». К отчетной встрече обе команды подошли заметно подуставшими. Напомню, тремя днями ранее амичи сыграли безголевую ничью с Сахалином, а новосибирцы эффектно переиграли Барнаульское Динамо. Сил и эмоций эти игры отняли достаточно, а потому первый тайм прошел в позиционной борьбе без обилия ярких моментов. Все наиболее интересные события произошли уже после перерыва. На 49-й минуте хозяева поля открыли счет. Точный удар в дальний угол нанес Константин Антипов. Сибирь повела 1-0. Совсем печально для гостей все стало на 84-й минуте, когда за срыв атаки с поля был удален амич Никита Антипов. Фолл был тактически грамотным, но после этого наша команда и без того уступающая в счете осталась в численном меньшинстве. Но тем и хорош сегодняшний Иртыш, что даже в столь непростой ситуации он не сдается. Амичи продолжили осаждать ворота соперника, за что в конечном итоге были вознаграждены. На 88-й минуте Александр Керпс выполнил зрячий заброс в штрафную, и лучший снайпер Речников Андрей Разборов в касание головой отправил мяч в ворота. 1-1. Этот счет сохранился на табло до финального свистка. Таким образом Иртыш сохраняет место во главе турнирной таблицы. Очередной матч наша команда проведет в футбольном манеже «Красная звезда» в среду 29 августа. Соперником Амичей станет Барнаульская «Динамо». Игра начнется в 19 часов. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Адареева. Через 2 минуты прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Делать выбор – значит взять на себя ответственность. От нашего с вами выбора зависит, кому мы доверим свое будущее. Будущее нашего региона. 9 сентября 2018 года воспользуйся своим правом выбора. Правом доверия тому, кто достоин стать главой региона. 9 сентября 2018 года выборы губернатора Омской области. Ваш голос – будущее региона. Сергей Петрович, вы смотрели мой годовой отчет? Да, я все исправил. Сергей Петрович, все пропало. Леночка, оставляйте, я посмотрю. Сергей Петрович, ну как, осваивайте. Да, благодарю, все в порядке. Ну и замечательно. Слушай, давно не было таких показателей в отделе. С днем рождения! Государственная программа Омской области «Доступная среда». Учимся жить вместе. Когда ставки по кредиту снижаются, цели приближаются. Теперь ставка еще ниже. Всего 10,5%. Только 22-23 августа в Банке Восточный. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Маша стирает на даче, а Даша стирает в городской квартире. И обе довольны качеством стирки, и обе довольны экономией. Потому что используют для стирки средства «Альба». Эффективно даже в холодной воде. В два раза экономичнее стирального порошка. «Альба». Чисто, эффективно, экономично. Покупайте на почте рядом с домом. Уважаемый избиратель, если на выборах губернатора 9 сентября вы будете находиться в пределах Омской области, но не по месту своей регистрации, то можно голосовать легко на удобном избирательном участке. Подайте заявление на единый портал государственных и муниципальных услуг или с паспортом обратитесь в любой филиал МФЦ, в любую территориальную избирательную комиссию, а с 29 августа и в любую участковую комиссию. И о погоде. Завтра, 21 августа, в области Омске пасмурно. Дожди в районах ночью до плюс 16 градусов, днем потеплеет до плюс 18. В Омске ночью столбик термометра опустится до плюс 12 градусов, а днем покажет плюс 13. Ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров в ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok